Дай почитать «Безмятежные годы» — это третья из серии повестей о Марусе Старобельской. Сначала ей было 9 лет в книге «Хорошо жить на свете», потом она взрослела в веселых буднях, в безмятежных годах и в первых грезах. Об авторе Вере Сергеевне Новицкой известно до бедного мало. Даже годы ее жизни утрачены. Она окончила женскую гимназию в Санкт-Петербурге. В 1908 году она стала учительницей в городе Лида Веленской губернии, а уже в ноябре следующего года начальницей женской лидской гимназии. К сожалению, она затерялась в водовороте истории после захвата в 1915 году немцами города Лида, и ничего о ее жизни неизвестно. Но в начале десятых годов XX века она издала в Санкт-Петербурге и Москве книги для девочек. Вся тетралогия в форме дневниковых записей Муси Старобельской, веселой, милой, наблюдательной, честной, умной, совсем не занудной девочки. И не важно, что она живет в конце 19-го, начале 20-го веков. Ее переживания, сострадания, размышления так близки и понятны сегодняшним девочкам. Муся из богатой семьи, единственная дочь любящих родителей. Она живет в уютном, обеспеченном мире, в заботе и комфорте, но всегда готова, как ее мама, прийти на помощь нуждающимся. Новицкая прекрасно понимала, для кого и для чего она писала серию повестей о Мусе, и очень хорошо знала среду и атмосферу, описанную в тетралогии. Именно это подробное описание быденных для того времени, но таких прелестных и милых сегодня вещей делает эти книги привлекательными. Прочитаем о шалостях барышень, об их увлечениях, о досуге, о прическах, платьях, о любимых учителях, о муках при написании сочинений, о творческих экспериментах, о приезде императрицы. В общем, с одной стороны, простая и незамысловатая повесть, а с другой – интересное, глубокое и атмосферное повествование о гимназистках рубежа XIX-XX веков Веры Новицкой «Безмятежные годы». 6+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! Дай почитать!